Так, ребят, следующий шаг. Сейчас обязательно сохраните, как сохраняли копию. И имейте в виду, что если вы настроили так, говорил я о том тайме shift, что ранее, то и понятно, что будут полностью сохраняться проекты. Так что либо на гид, либо пока нет. При восстановлении понимаете, если вы работали с проектом, то он вернется в исходное состояние. Значит, копируем папку на внешний носитель. Либо на гид, чтобы можно было сохранить. Это я говорю на будущее. Теперь давайте мы сразу установим на будущее такую вещь. Kotlin. С Kotlin здесь тоже все работает. Kotlin нам надо будет, поэтому... Kotlin. Установим Kotlin после сохранения. Здесь, видите, написано предварительная версия. Установим Kotlin Longuaga и установим Kotlin Debug. Откладку. Ну и дальше уже будете рассказывать. Настал, но... New version, да? Показала мне. У вас не знаю, показала или нет. Поэтому пока установили и забыли. Помним, что создали файлы с расширением Kotlin. То он будет уже читать как Kotlin. Пока забыли. Теперь нам надо, ребята, настроить Jupyter Nobook. Питон, Жанго. Посмотрим, Kotlin должен с ним работать. Вот, там есть хорошие вещи. Смотрите. Debug for Chrome. Это уже потом будете ставить. Там для HTML, для всего. Уже знаете. Поэтому я думаю, ну, в группу сбрасывайте. Что поставили, увидели, что классно. Обязательно другими ребятами делитесь. Поддерживайте вот это вот, то, что у нас в школе повелось. Всегда помните о других. И о вас всегда вспомнят. Тогда. Так. Ну, пока я, чтоб как вы, делаю с вами вместе, да? И пока отключу. И тоже делаю копию. И пошел я пить кофе. Как раз я отдохну за это время. Все. И пишем. Install. Nkdox. Markdown. То есть, мы четко будем знать, где мы, куда мы себя отгоним, да? Так. Сейчас, ребята, мы с вами будем ставить Jupiter. Нам надо с вами, в первую очередь, открыть этот сайт. Мы, наверное, Jupiter Lab поставим. Но будем ставить в виртуальное окружение. Вижу, Jupiter. Книга, да? Ноутбук. Так. Смотрим. Install. Так. Сразу я вам даю ссылочки. Не отходя от кассы, открываем наш файл. Но, видите, наша среда потихонечку превращается в действительно классный, крутой инструмент для разработки. Закрываем пока. Мы будем ставить Jupiter Lab. Я... Вы потом... Почитайте, но... По-моему, там больше возможностей. Поэтому... Вот это чисто Jupiter. Давайте пробежимся. Я его не раз ставил и рассказывал, но просто я хочу, чтобы вы следили, что я делаю. И вы тоже так делали. С помощью конда-пиделя, для получения, обратитесь к руководству по установке. Отлично. Сразу посмотрели. Конда. Конда нам не надо. Это когда она конда. Пипец стал Jupiter Lab. Ну, разные способы. Вот теперь нам надо прочитать. Jupiter Lab and Jupiter Hub. Ну, Jupiter Hub, понятно. Это многопользовательская версия. Это на сервере. Ну, в общем, грубо говоря, если мы не собираемся ставить Jupiter Hub, может кому-то понадобится, то Jupiter Lab нам не надо, но мы его поставим. Многопользовательская версия, да, будет. Но тут просто узнать возможности. Понять, как работает, что. Поэтому здесь, конечно, я не буду настаивать. Поэтому я говорил, давайте создадим точку восстановления. Просто можно установить ноутбук. Вот как здесь написано в странице, да. Сначала обновить пип, потом установить ноутбук. Но мы, я буду сейчас ставить пип инсталл, жупитер лаб. Потому что пусть будет больше возможностей. Так. Мы можем с любого места. У нас активировано. Поэтому не важно наш путь, где мы находимся. Просто вводим пипеца и инсталл либо Jupiter, либо Jupiter Lab. И ставим. Все, он пошел ставиться. Тут установится Iron Python и все другое, то, что нужно. Он сам установит. Да, не забудьте, если не обновляли, обновить апгрейд пип. Я просто, вы видели, обновлял. В любом случае, чтобы вы не ставили. Обратите внимание, есть Python 3, Python 2. То есть здесь ничего не путать. Все, установилось. А помните, запуск здесь простой. Jupiter No Book. То есть я создавал, помните, да. Но сейчас давайте попробуем. Jupiter No Book. Но мы получаем ошибку. Вы тоже можете ее получить, да. То есть вот эта вот ошибка. Будете читать и ноги собьете. Поэтому на самом деле нету файла настроек всего лишь. Он не работает пока. Он у нас будет работать и без Visual Studio. Но давайте поставим. Поставим. Так, стоп. Юпитер. Data Scenic. Мы поставим с вами два плагина. Вот эту предварительную у вас... Потом посмотрим, что мы с этого сможем поиметь. Jupiter. Это мы плагины. А вон оно у нас даже тут подсказывает. И знаете, что надо было поставить? Привив. Я не знаю, как его пока использовать. Потому что я всегда в пайчаром пользовался с Jupiter. А здесь... Но нам надо... Jupiter Привив. Поэтому мы его поставим. Встал. Так, ребят. Тут много еще всего. Поэтому пока забываем. Но мы сейчас наставим. Сейчас нам надо кое-что сделать. Где-то я сохранял. Где-то я сохранял. Нам надо... Сгенерировать конфиг. Поэтому сразу я добавляю. Значит... При ошибке типа... Ну, последняя вот ошибка, да? Она у вас будет однозначно. Если не ставим раньше Jupiter ноутбук. То нам надо ввести... Создать файл настроек. Jupiter ноутбук генерат и конфиг. Почему... Почему лучше всего... Лучше всего, наверное, открыть... Среду. Просто терминал. И здесь... Здесь ввести. Сейчас попробуем. Будет доступен. А может быть недоступен. А! Там же Jupiter стоит. А все, я понял. Он все равно будет обращаться туда. Ну, давайте попробуем. Просто... Ну, вообще, может не работать здесь. Все правильно. Команда не лайена, потому что Jupiter не установлен. Ставим отсюда. И вот он нам показывает. Результат. В рейтинг, где файл конфиг, то... Home, Agata, Jupiter, Jupiter, ноутбук, конфиг. Грубо говоря, все вот так делается. Теперь мы открываем папку, домашняя папка. Далее ставим, чтобы показывать скрытые пункты меню. То есть, скрытые файлы. И ищем Jupiter. Либо через поиск, но я думаю, мы и так быстрее прокрутим его немного. Вот Jupiter. И вот, наконец-то, у нас есть файл конфиг. Все Jupiter на машине будут с ним связываться. Мы можем открыть. В принципе, что нас интересует. Нас интересует... Любой, конечно, не надо. Там уже... Вот здесь есть описание. Добави строку. Сейчас, секунду, ребята. Добави строку. Но мы оставим пока Localhost. Просто потом я покажу, чтобы знали. Нам надо пока там больше настроек. Я показывал, да, уже в школе. Здесь не надо вам, чтобы Jupiter сразу, если вы не будете защищать HTTPS, чтобы работал, в принципе, в интернете его видели. Просто вводите IP ADDR в любом случае... IP ADDR. И вот наш расклад. Нам хватит Localhost, потому что вот эти все адреса, они уже связываются с интернетом. Нам это не надо, да. Хотя люди рекомендуют там установить. Нам пока надо только настройка. Здесь мы сюда и вставим то, что надо. Значит, нам надо сейчас открыть тот файл. Сейчас поймете, о чем я говорю. Открываем. Копируем эту настройку. Цену to group notebook app IP. Найти. Копируем, находим. Вот она закомментирована. Раскомментируем. У нас здесь стоит Localhost. Так пока и оставим. Сохраняем. Сейчас посмотрим, должно работать, если не будет работать. Для вас я пока вот так оставляю. Вот это убираю, чтобы вы не запутались. Так. Теперь я тоже не буду полностью слова. Но помните, я создавал алиасы, если что, смотрели. У меня его называют Gn. Так. Топ. Адрес Localhost не пошел. Значит, открываем и здесь пишем по-другому. Это просто надо WETS посмотреть. Ну, я не буду сейчас смотреть WETS. Я сделаю попроще. Я вот это вот, то, что... Всегда то, что было до этого, это важно. Закомментировали, а следующую строку поставили то, что вы пишете. Так будет правильно. Всегда можно вернуть. Либо делайте копию файла, как я учил. Мы поставим сейчас адрес. Здесь просто конкретно адрес. Хотя можно было в хосте связать. Но мы поставим так. 127.0.1. И вот так вот и оставим. Пока скопируем себе. Сохраним. Именно адрес. WETS Localhost, да, он все равно связан, но не знаю, это баг или что. GM. Все, заработало. Видите, WETS у меня точно Localhost связан. Но я не понял, почему по HR запустился. Где-то я щелкнул. В принципе, вот наш токен, да. Теперь мы можем нажать Ctrl и нажать все. И наш Jupyter запустился. Вот проекты. Мы пока возьмем Django Paychar. Для Django очень важно, ребята, для Django вот что сделать. Сразу говорю. Сейчас я остановлю. Потом. Так, чтобы нам надо добавить Django Extension. Только это мы будем добавлять в сам проект. Значит, что мы делаем. Мы делаем новую консоль. Она у нас с виртуальным окружением. И пишем PIP Install Django Extension. Только здесь, чтобы было тирея между ними. Раз. Ставим тирея. И нажимаем Enter. Все, оно установится. Теперь будет нормально. А вот это вот Django Extension. Так. Пип Install Django Extension. А в Инсталлит Апс. Добавить. Добавить. Django Extension. Копировать. Сеттинг. Открываем. И вот здесь мы добавим. Так. Не забудем про запятую. Теперь нам надо запустить Mac Immigration. Я вставил так. Вы свое. Mi. И колик статик. Я не помню. Надо там запускать. Поэтому запущу. Да. Опять статических файлов добавились. Значит, еще надо было. И потом, когда мы будем работать, она будет появляться. Extension. Jupyter. Там еще много возможностей. Но это уже в школе будем рассматривать. Ребята. Не быстро. Это PyCharm 2. Ну, пусть пока будет Python 3. Проверим, как это работает. Просто наберем A при свое значение 5. Нажмем Run. Циферка появилась. Все нормально. Print A. Нажмем Run. 5. Ну, все. Наш ноутбук работает. Если мы посмотрим в среду, он обязательно появится здесь. На самом деле. Потом мы папочку создадим. Но только как JSON формат. Вот, по-моему, он скрытый. Вот наш, да. Вывел A2. Вывел A2, да. То есть, это уже как JSON. То есть, соединение. Нас это не будет интересовать. Но здесь мы все-таки проверим. Сейчас я не обещаю, что это все успею. Давайте мы в этой прямой папке и создадим. Пусть она будет скрытая с точкой впереди. Но мы создадим файл. Создать файл. Mine. Точка. Сейчас я вспомню формат. Пайчаром надо посмотреть. Пайчаром. Секунду. Так. Назовем на него переименование. Mine. I. Пай. N. B. Enter. То есть, вот у нас получился. Он просит нас. Импорт. А что импорт? А. Ну, что он тут написал? Вот это для меня загадка. Mine. Вот тут мы, не знаю, это как пайчаром не получится, наверное, работать. Но, тем не менее, нам надо хоть что-то попытаться сделать. Но потом... Jupiter. Поэтому пока, пока будем с нашим Django работать, ребята, версии... версии вот такой, да? Дальше в уроках. Мы можем сохранить, создать новое, вырезать что-то, создать либо код, либо markdown. Всегда привыкайте здесь делать. Так, интересно, вот пайчаром тянулось. А, ну, значит, надо вот так сделать. Раз, два. Раз, markdown себе. И пишем. Переменные. Enter, да? Здесь нам run не надо. Здесь уже у нас пошел код. А здесь у нас markdown. И тут это останется. Чем и отличается от командной строки Jupyter, да? Юпитер. То, что в командной строке вы проделали, то оно уже закрыли среду, все ушло в Jupyter, Юпитере. Мы можем все это дело сохранить, прокомментировать. И этот код для нас очень архиважный. То есть, всегда можно поработать, и мы будем с типами данных, так называемые API, Spyton, Django, Scotland, работать и комментировать себе то, что происходит, и научимся, наконец-то, правильно. А правильно, что такое, объясняю правильно, через много лет, по-моему. Давайте отвлекусь, ладно. Значит, смотрите, что делает новичок. Новичок всегда, когда пишет приложение Django, или неважно какое, ну, будем брать Django, он пишет функцию, да? Ему проще написать модель, проще написать потом функцию, и потом уже посмотреть саму страницу. Это подход неправильный. Какой должен быть подход? Подход должен быть следующий, мы его будем тренировать в уроках далее, как я сказал. То есть, подход должен быть такой. Мы с вами чуть попозже потренируемся с моделями, да? То есть, мы берем модель и делаем всего лишь извлечение. Мы извлекли с модели что-то, как я ранее рассказывал. Сейчас, секунду, чтобы показать. Ладно. На словах в школе потом увидите. А все остальное, с базой, что вернуть, мы уже в мозгах достроили. Вот это правильно будет, да? И, по сути дела, именно если так рассматривать, поэтому я хочу со школы немножко в этом направлении поработать. Вам начнет, понятно, быть документация. Потому что, на самом деле, то в документации Django, если посмотреть, а это навык, ребята, Django, да? То здесь все API, ну, например, возьмем керсет, да? Здесь все API. Они же идут как API, то есть, ифэнтрообъект, фильтр. То есть, я в голове уже достроил само представление полностью. Новичок будет смотреть на это как баран, да? На новые ворота. На самом деле, вот это все надо потренировать. И это должно доходить сразу. То есть, четко уже просматриваться. Вот, читая эту строку, да? Мы читаем эту строку, то у нас должно уже достроиться, что, ага, у нас есть объект, то есть, есть модель, что мы применяем менеджер, что мы применяем определенный метод, который перечислен отсюда, и здесь уже поле модели вбиваем и выбираем по нему. То есть, и на основании кусочка кода уже должна быть в голове выстроено полное представление. Вот это будем тренировать, потому что вижу, хромает. В принципе, это очень хорошо, понял Миша Беляковский. Вот это мне понравилось. Я даю эту ссылочку, и всегда ее даю. Почему? Потому что сейчас будет важно. Да, важно, вы уже знаете, что делать, что это надо запомнить и применять. Так. Вдохновляющие примеры, ребят. Дам все. Ну, обращаю внимание, почитать Мишу обязательно там. Так. Что я хотел сделать? Вдохновляющие примеры ребят. В принципе, сейчас прозвучит важная мысль. И многие из вас эту мысль пропустят, да? И в принципе, опять отбросят себя на полгодика, на годик назад. Потому что я, когда смотрел, ведь я это говорил в уроках, но, видите, один человек уловил, да? Многие другие потом это делали. Вот Сергей Асачи это делал, он сейчас, наверное, уже точно понимает. Раньше понимал, не понимал, просто делал, да? Потом уже допетрил, потому что писал. Я не мог понять одно, не мог понять второе, почему от меня требуют, но делал. Потом дошло. А одно второе, это значит, где я говорю, надо проискивать. Сережа рассуждал так, ну, пришел из школы Бусыновской, есть видеоуроки, ну, делаю я по видеоурокам, а он тут дает задание, ищи то, ищи это. Но на выходе что мы имеем? Асачи пишет на двух языках, изучил, сказал Убунту изучать, раз поставил Убунт, сказал он, а сейчас Дебиан пользоваться, раз пользоваться Дебиан. Все, попользовался, научился делать сервера, переходя опять на Убунту, все. Но, видите, все пошло. И когда он говорит, так я понял, что у меня ж опыт, теперь я хоть знаю, что искать. Ну, слава богу. Молодец. А другие вот на это не обращают внимания. И если вы почитаете Михаила Беляковского, дам я тут тоже ссылку отдельно, то он понял основную ключевую мысль, которую я доношу в разных уроках. В принципе, то. Как что-то, понимание, да, хорошего программиста от плохого. Ой, уже устало сейчас сказать. Когда сам бы это проделал за 10 минут, но когда рассказываешь, это уже тяжелее, ребят, нас. Так вот, вот я писал, главные слова программирования. После того, как я увидел ресурс Валерия, его подачу информации, разнесение, как для ребенка, понял, вот оно, потому что это важно. Программирование, нет мелочей, надо знать, где и что найти. Не, это получается, я себя похвалил, я не хотел хвалить. Ребята, честное слово. В общем, здесь, когда будете читать, Миша понял простую вещь, что, как правильно работать со справкой, а ведь я показываю это. Вот поэтому, то, что я говорил про Джупитер, да, Юпитер, как правильно, мы будем это сейчас делать. Это первое. Второе. И второе, хороший программист, не который все знает, ведь все знать невозможно, языков куча. Сейчас остановлюсь, попью кофе, переосмыслю, потом вам доложу. Так, ну, вроде нашел, да, этот момент. После Азов Пайтон перешел к Джанго, да, своему стыду я понял, совершенно не умею пользоваться справкой. Тут со временем я научился по урокам, как нужно пользоваться учебником. Джанго осознанно. Да, хотелось рвануть, хапнуть, все и сразу быстро, но сдерживал себя, потому что, понимал, не будет КПД. Да и отзывы, ребят, подтверждали. Со временем начал приходить понимание читаемости кода, что написал, и для меня, в принципе, я где-то сохранил даже код Миши. Мне просто там надо было кое-какие в уроки включить вещи. Так, стоп, под Джанго. Вот, Миша Беляковский, вот. И вы знаете, вот я посмотрел, да, он начал писать очень неплохой код. В принципе, вот, сейчас я рассказывал недавно про Диму Нага, да, а вот Миша, тоже, все объяснение начал писать, категорию, так будет называться таблица в админке своими словами, ну, понятно, и поверьте мне, через год, полтора, уже посторонний человек, не связанный с программой, его вообще не поймет, язык будет через год, полтора, два, три, сухой технически, к этому очень быстро ребята приходят, поэтому начинаем с простых слов, модель, так будет называться, так будет называться таблица в админке, множественное число, плюраль, да, плюраль, модель, chartfield, малое текстовое поле со следующими характеристиками, max, вект, обязательный параметр, ну, договорю, тут Миша написал, но, количество символов, ну, логически это все правильно, у вас есть заглавие, заголовок же не может, там, 2000 символов, как вобьют вам спамеры хиротени, да, то есть, поэтому ограничиваем там заголовок, что символ вполне логично, verbose name и так далее, и он начал писать, если мы посмотрим, уже тогда не так много времени было, но начал писать неплохой код, я посмотрел, разобрался с полями, да, объяснил все, вот так надо тоже проходить, ребят, вот так, и вот это мы будем нарабатывать, то есть, когда я говорил в первых уроках понимание, что должно отлетать, в школе много уроков, когда мы только там учились создавать модели, да, мы будем разбираться конкретно, допустим, при том же 4NK, что есть таблицы, то есть, это глубоко, но то, что там 4NK, что это такое, как оно создается, там категория, модель, и вот это то, что прописано, мы все это проходили, это у вас должно набираться быстро, поэтому, то, что где-то видим, тормозим, тренируемся, раз, два, десять, до посинения набирайте, не надо тут себя жалеть, вот я наберу один раз, стану программистом, никем вы не станете тогда, где говорю, надо знать четко, да, чтобы перейти к следующему шагу, значит, надо знать четко, четко это значит, значит, что вот приходите на кухню, тарелка для вас, тарелка, вы же не стоите, не чешите репу, и думаете, так, есть твой раз, а что же это такое, подумали две минуты, ах, это тарелка, нет, да, то есть сходу, сходу, что я говорю сходу, то оттренировать сходу, договорились, договорились, так, ну вот он писал, очередной раз, безмерно благодарен, на пусты вам, подсказывает ваш опыт, ну, хороший человек, так, так, ну, не буду себя хвалить, некрасиво, вы знаете, парней много классных в школе, и много ребят помогают, вот есть интересный парень, тоже недавно смотрел, парень давний, просто удалил, о, вот Сережа писал Сергею Питерскому, вы знаете, вроде как нету, нету, человек занятой, да, знаю, но где-то что-то пошло с кодом, 100%, Сережа, здесь выскочит, и подскажет, где-то там, да, вот, ну, подсказывает, да, ребята, молодцы, ну, это я то, что удалил за последнее время, поэтому надо быть в группе, вот к чему я вас веду, так вот, к чему я хотел сказать, ребята, смотрите, отвлекусь уже, Джупитер мы поставили, дальше уже пойдем, что в школе, смотрите, где начинается программист, программист начинается с работы, с командной строки, если взять новичка, да, то поверьте мне, что новичок будет толхаться ногами, кусаться зубами, биться ушами, руками, но лишь бы отодвинуть этот момент, нет, не получится, будем делать, сказал, будем делать, почему, потому что как только вы откладываете командную строку, ребят, вы считаете, махаете рукой программирование до свидания, считайте, смотрите, я вам что предлагаю, в чем смысл школы, ведь я же, по сути дела, не так и учу, да, я просто направляю, где-то показываю, а дальше уже обучение идет в школе, если вы посмотрите, то в принципе, вот человек делает что-то, я просто направляю, даю советы, да, и человек уже выполняет сам, сам копается, как же, я показывал, как вот, Димона, как Сергея Питерска, как Сергей Асачий, почему я помогаю ребятам, которые часто все делают, потому что я понимаю, что другие ребята, которые не часто все делают, это увидят и научатся, проделывают, но теперь важный момент, смотрите, моя задача какая, моя задача, чтобы человек, первое, пишем себе, ваша эта задача 100% будет точна, писать код, вторая задача, писать на любых языках, для этого есть медотика, изучаем два, потом изучаем третий, ну не на днях, а скоро собрался записать курс, потому что GC будем использовать, покажу, как это на практике, на самом деле, любой третий, пятый, десятый язык, уже не имеет значения, при условии, что вы следуете системы, изучаете два языка, иначе не имеет смысла, так вот, про командную строку, вот смотрите, ребят, есть корабль, есть вода, вы можете быть, либо на берегу, либо в корабле, моя задача школы, чтобы человек, вот есть корабль, он в него, бац, запрыгнул, и я его отталкиваю от берега, я его оттолкнул, и пока он недалеко от берега, я говорю, пока плыви, вон, видишь, там остров и пальму, плыви туда, ну вот он плывет туда, но я же задачу другую ставлю, я ставлю, чтобы этот капитан, который вы являетесь, который сейчас сидит, и только скажите мне, что вы не можете, покусаю монитор сейчас, и вас укусу через монитор, сейчас вот моя морда высунется, и хап вас за нос, как только усомнились в себе, сейчас про дону скажу, следующий поход в магазин, вы сейчас поднимете, пойдете в магазин, понаблюдайте за собой, вы же мыслите, как программист, если вывез колбасы, а мне надо хлеб, то пойду налево или направо, это мышление заложено, какая ваша задача, абсолютно верно, всего лишь освоить технический язык, чтобы как передать то, что вы думаете, через компьютер, через программу, это мы и делаем, и при этом это будет ложиться на то, что вы уже умеете, так, про корабль я говорил, так вот, этот человек начинает изучать два языка, сейчас, 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 было немножко, чуть больше понятно, будем рисовать, кто-то так, кто-то по-другому соображает, я возьму вот так, вот это у нас море, вот тут, у нас пальма-то, ну, так, то есть, смотрите, сначала получается так, человек начинает изучать язык, я ему говорю, плыви вон туда, по сути дела, проходит там уроки первые, все, но моя ведь задача, как, так, чтобы он выплыл в океан, и он уже сам соображал, так, я хочу плыть туда, 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 то есть, грубо говоря, ориентировался в языке, все это, ребят, на самом деле, ориентирование, и путь начинается, чтобы не было петляния, да, вот такого, он весь начинается, чтобы он был прямой, с командной строки, тогда рост, сразу, да, вот рост пошел, да, вот эта линия, то есть, в принципе, ловили, да, сам смысл, так вот, что дает работа с командной строкой, на слух воспринимайте, я уже устал сегодня, честно, смотрите, первое, которое я говорил, новичок отталкивает, почему, потому что проще написать функцию, а командная строка, это получается, нам надо думать, что извлечь, и там всего лишь одна строка, но ведь это в начале, с этим надо работать, я посмотрел Димана, начал с форумами, сначала ничего не понятно, потом уже начал писать понятно, но я просто, воспринимайте на слух, это не важно, будете в школе, увидите, с форумами столкнетесь, так вот, во-вторых, вся документация, она описана в любом языке, с использованием, именно выписок с командной строки, у новичка какая сложность, новичок не может достроить, этому надо учиться, да, он не может достроить, вот как мы будем с вами работать в командной строке, он не может достроить всю функцию, вот так как то, что я показывал, а ведь надо научиться достраивать, тогда мы можем, если вы, вы когда поработаете месяц, два, три, месяц, два, три, вы четко будете понимать, что здесь написано, что у вас есть модель entry, и кстати документация, она точно есть, да, в начале там где-то, и, как я говорил, это, значится, объект, то есть, мы применяем менеджеры, мы применяем метод, то есть, вы считали уже четко, но при этом, у вас достраивается def, эта вся функция, она достраивается, при этом, достраивается и функция, достраивается и модель, потому что здесь вы работаете с полями модели, понимаете, но ведь это может произойти, если действительно начать работать, просто, как, вот мы с вами будем делать в школе, это все проще, почему, потому что мы будем видеть с вами и реальную модель, да, вот как делали, то есть, мы с вами вот эту модель будем видеть, поэтому это будет проще, и по сути дела, что я говорю, сначала надо идти от, приложения к документации, тогда, в принципе, понятно, и так я направляю людей, а потом, придет время, когда вы будете читать любую документацию, и у вас будет понятно, в любом случае, убрав у себя работу с командной строкой, или работу с документацией, вы отодвигаете создание себя программиста, настолько, насколько, насколько, пока вы этим не займете, почему, потому что без команды строки ничего не будет, да, ничего не будет, никогда вы не станете программистом, который чего-то соображает, все время будете, как писал Эдуард, только копировать куски кода готовые, да, понимать, чего там происходит, вы не будете, а я требую, чтобы человек понимал каждый шажок, да, посему, ребята, принимаем какое решение, принимаем решение правильно, работать, как говорит Бовсуновский, и вот, Миша, когда начал работать, вы же видели, код я показывал, появился вполне нормальный, красивый, осознанный код, да, но для первых разов, для первых разов, это код довольно хороший, очень хороший, учитывая, что Миша только тогда вот начал работать, соображать, да, понимаете, то есть, почитайте его сообщение, и все, в принципе, поймите, чтобы мне вас не убеждать, хотя где-то я и стараюсь убедить, почему, потому что, ну, надо донести, понимаете, но если сказать, да, да черт с ним, да нет, не черт с ним, просто-напросто, я скажу сейчас, ох, скажу, потому что в цель нового курса взяли, создавать востребованных программистов, раньше я, допустим, не понимал, да, у меня было, это же не первый год, много лет я уже веду, начал учить с 2009 года, школа уже только сделала с 2013, и то толком туда, не понимал, сегодня понятно, да, сегодня понятно, как поставить человека на ноги, как научить писать на любом языке, но это надо слышать о рекомендации, сегодня уже поставлен, почему вот начал учить курс, потому что поставлена цель воспитывать востребованных программистов, то есть, простудировать рынок, все, и, конечно, методика немножко меняется, видите, приходится немножко объяснять, и в связи с этим, конечно же, на что на это повлияло, участники, те же, Асачи, Нак, Беляковский, и другие ребята, которые начали писать код, то есть, где-то у них смотрел я, как они занимаются, как развиваются, что влияет, другие ребята, там, Галанин, который за два года стал программистом, в банке работает, кто-то там еще, парень забыл, пошел в табло, процентка Миша, который сделал сайт, просто по урокам, ну, там был немножко опыт, немножко хорошего, по HP, поэтому он, в принципе, соображал, соображал, конечно, он знал уже HTML, CSS хорошо, он знал Жукерри, и все прочее, а я, а я, Жукерри, я делал уроки, как работает Жанг, принципиально, на днях, в школе вы их в любом случае в курсе найдете, по Жанга этому, я их добавил, чтобы не потерялись, ну, есть здесь уроки, а здесь я их добавил, если смотреть в курсе, Жанга 2, то я их специально, чтобы не потеряли, чтобы люди к этому пришли, потому что будем заниматься, вот, я добавил, чтобы человек посмотрел, они бесплатные, можете посмотреть, да, тут три урока, то есть, принципиально, как работает Аяк, Сержу Керри, в Жанга, я просто рассказал принцип, это на пальцах, поэтому будем делать, потому что, вот как и с этой средой, да, вот видите, она потихонечку превращается в то, что нам нужно, да, то есть, еще нам, ну, это уже не сегодня, нам надо SSH, нам надо FTP, в принципе, дальше уже только библиотеки, которые понравятся по HTML, CSS, только уже можно добавлять тут кучу, но, тем не менее, среда будет полноценной, и, в принципе, можно действительно, как это правильно сказать, бомбить код, или как развиваться, да, так, ребята, что-то я важное хотел сказать, давайте мы, все-таки, я отвлекся, к нашему Jupyter, так, он у нас заработал, дальше нам надо посмотреть, Жанга с моделями, дальше нам еще надо разобраться, пока я не разобрался, как использовать плагин, Preview, это надо будет на сайте почитать, Visual Studio, но, тем не менее, пока мы уже можем работать с Jupyter, с Jupyter, в общем, и так, наверное, говорить будет, с Jupyter, мы можем работать, поэтому, и, еще раз подчеркну, его важность, что все, что здесь будет происходить, оно будет у вас прокомментировано, и оставаться, то есть, захотел, доработал, захотел, развил, но с командной строкой вы будете работать получше, 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 все остальное будет в школе, для тех, кто начал с этого видео, начинать надо с сайта spb-tut.ru, возможно, потом вы увидите другой сайт, потому что сейчас он переписывается, поэтому, возможно, вы уже видите другой сайт, да, но это только говорит о том, что школа дальше продолжает развиваться, 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 понятно, начинать с сайта spb-tut.ru, и сейчас проговариваю алгоритм, хотите кто, не хотите, а делать надо так, значит, сначала, начинайте с Python, прошли функции Python, начинайте изучать Kotlin, то есть, второй язык, есть такой сайт, kotlin.ru, начинаете изучать Kotlin, только коротко подчеркну бы, уже затянувшееся видео, коротко подчеркну, значит, смотрите, ребят, есть два уровня, есть, как-то правильно сказать, проще показать, вот вы решили стать программистом, вы можете делать, как когда-то делал я, изучать один Python, и в принципе, вы будете двигаться, но будете вот так, двигаться, вот так, здесь, вы никогда не выйдете, вы никогда не станете лебедем программирования, вы всегда будете идти по земле, почему, и это не важно, Python, вы начните там, плюсы изучать, C, один язык, всегда это тормоз, первый язык, надо говорить так, но когда вы подключаете, второй язык, вы начинаете, уже вот так расти, потом третий, и так далее, вы начинаете расти, по сути дела, вы начинаете становиться лебедем программирования, и вам без разницы, на чем писать, почему же такое происходит, да, все очень просто, вот смотрите, когда я начинал в 2009 году, я просто-напросто, что делал, ну, для меня была функция, и функция, да, там, DEV это функция, и вот я считал, что функция такая, когда же начал второй язык изучать, я, и мне понадобилось, я помню, GC, я увидел, что в GC, да, функции там, высшего порядка, это сейчас, сегодня, если бы я открывал язык, вот сейчас, внимательно следите за моей мыслью, я бы там не сидел, не смотрел, как там делать функции, я бы сначала почитал, что там за функции, допустим, открываем GC, да, и в принципе, там написано, в GC функции высшего порядка, мне сразу стало понятно, что это функции, которые используют, другие функции, да, это функции высшего порядка, все, я понимаю, как писать, самое главное, а уже как технически, это все мелочи, то есть, ваш уровень размышления, при использовании двух языков, начинает совершенно меняться, что значит, во-первых, вы начинаете, на Python вы по одному писали, на Kotlin по другому, вы там и там писали функции, но при этом, один язык со статической, эти пиздации, другой с динамической, и вы начинаете, все мелочи эти видеть, то есть, ваш мозг начинает, в вашем мозге, в отличие от того, если вы просто изучали только Python, у вас никаких механизмов не работало, вы просто старались запомнить, и делать так, но когда вы начинаете подключать второй, у вас активно начинает подключаться, естественный механизм мозга, сравнение, да, был на улице холодно, зашел в дом, тепло, источник батареи, да, по сути дела, мы трогаем батарею, заходим, трогаем батарею, да, мы понимаем, откуда тепло, то есть, пошло размышление, реакция, результат, да, то же самое и здесь происходит, вы написали функцию, мы это будем практиковать на одном языке, на втором, и у вас, вы увидите, начинает работать сравнение, в принципе, где я давал истории, там Сергей написал, вот как он начинал изучать язык, там проходил функции, вы прочитаете в историях, все это есть, да, и увидите, там Сергей написал, это, наверное, важно сейчас сказать, все-таки, хватит на этом, потому что я уже действительно устал, сейчас сказать, вот сам смысл, да, то есть, люди это проходят, оно у меня так было, оно у вас так будет, вы это не видите, просто воспринимаете на слух, посмотрите, на тот момент, когда Валерий Иванович предложил изучение Котлин, я уже начал изучение Питон, был где-то возле функции, правда, в четвертый раз, сразу мытаем себе на ус, важно, то есть, почему человек легко пишет, потому что добивался, 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 не понимает, еще, еще, еще раз расширение это, я не хотел изучать Котлин, хотел сначала Пайтон, ребят, не делайте никогда так, вот делайте как Сергей, он все-таки начал изучать, потому что решил, что это мобильный рынок, да, все правильно, несколько месяцев было все как в тумане, единственное, что я чувствовал, это то, что у меня есть тон информации, с которой я не понимаю, что мне делать, я вымытан, меня вырубает за компом, руки начали опускаться, сомнений навалилось, очень нормально, я думал, что я ничего не понимаю, но это только мне казалось, ребят, запомните, это всегда только кажется, и этот период должен пройти каждый программист, от хаоса до порядка, и понимаете, вы можете быть профессионалом в Пайтон, но когда вы залазите в другой язык, у вас этот хаос все равно будет присутствовать, просто может немножко в меньшей степени, вот этот хаос надо пройти сейчас, на первом этапе, чтобы он оказался порядком, а помните, как я говорил, как это сделать, это когда вы начинаете думать над языком, сейчас покажу, как это происходит в реальной жизни, вы начинаете мыслить не отсюда, а вы начинаете мыслить вот отсюда, сверху на язык, что это значит мыслить сверху на язык, вы написали функцию на Пайтон и на Котлин, но ведь вы уже мыслите категориями, какие, а какая функция в Котлин, а высшего ли порядка, а то, то есть вы размышляете о категориях программирования, а категории программирования подчиняют все языки, то есть простыми словами это так, каждый язык имеет типы данных, большинство языков имеет, ну функциональное программирование, которое мы по крайней мере чаем, ООП, да, и в ООП вообще, допустим, важно понимать там что, что есть в ООП, вообще надо понимать, это над языками, что в ООП есть там абстракция, агрегация, то есть когда вы понимаете это понятие, вам достаточно просто, ах вот как делается в этом языке, но чтобы вот этим мыслить, и мыслить на практике, надо начать писать на двух языках, третий язык пойдет уже легко, а третий язык, вообще, я вам расскажу секрет, третий язык, вам надо просто основы понять, а дальше уже по ходу вы пишете и добавляете то, что вам надо, вы поняли меня, услышали, просто это просто, просто надо слушать и делать, хорошо, давайте дочитаем и все, а то тот, кто прочитал, еще сейчас испугаетесь, бегите, но картина открылась, сам до конца не осознавая, я увидел, что у меня нет разницы между питон и котлин, абсолютно верно, и я это вижу, я это вижу, то есть началось, и дальше будет все легче, легче переключение, а ведь как новичок думает, ой, я сейчас уйду с Пайтон, подключусь к Пайтон, я все забуду, ребят, в первый раз точно забудете, но потом все это начнется переключение, легче и легче, и ваш мозг, независимо от вас, вы увидите, что вы начинаете размышлять совершенно другими категориями, но этот путь надо пройти ручками и ножками, ручками по клавиатуре, набирая, набирая код, сам он не пройдется, поняли меня, это важно, услышали, да, записали, и последнее, что я хотел сказать, уже охрип, если вы помытаете записи именно за 2019 год, то вы увидите, тут и Адиминаги много, то есть многое себя почерпнете, а сейчас я ищу Сергея Осадчева, чтобы показать, а вот мне понравилось, да, я вам давал это видео, кстати, по-моему, в уроках здесь, как он делал, сейчас это его канал, по-моему, это он записывал эмулятор, показывал, что у него все работает, да, потом где-то он рассказывал, рассказывал, не, это другой канал, у него еще один канал есть, сейчас, секунду, так, сейчас, секунду, не, я там оставлял комментарии, это другой старый канал, сейчас, секунду, вот, по-моему, дальше, здесь есть видео, с его канала, сейчас мы перейдем, сейчас, я не понимаю, где оно все делось, как тут, так, не то, сейчас, секунду, так, сейчас посмотрим, вот он, домашка, и вот здесь, вот он сбрасывал, а, ну, вижу голосом, Сереж, значит, я не тот, задача, пишем программу, в общем, смысл такой, что вот он, начал вставлять свои ссылки, то есть, начал перекручивать, и, к чему я это рассказываю, что, понимаете, он не остановился на этом, а уже сразу, с изображениями, в Android Studio, он там, сразу разобрался, и дальше, вот он сбрасывал, ну, я отдам вам эти ссылки, смотрите, домашка, просто говорю, что на Kotlin, с Kotlin, надо работать, надо работать, а я там дал, получается, каналы, Сереж, ну, это, вот эту ссылочку, дам, и тоже домашка, я так понимаю, вот эти ссылки, дам, посмотрите, да, вот как он работает с Android Studio, все потихонечку, дальше, вот где-то, здесь есть, где-то он сбрасывал, а, стоп, мы сейчас попроще сделаем, просто я хочу на этом заострить внимание, вот по второму языку, да, в курсу щен, так, дальше он сбрасывал, как он разбирался, а, ну вот, это только начало, вот тут, домашнее задание выполнял, так, это тоже не то, это просто домашнее задание, ладно, я уже, наверное, не найду, но дальше он, я говорю, пошел рыть чуть-чуть больше, всегда роет чуть-чуть больше, тогда все получается правильно, ладно, ребят, ну, посмотрите, увидите, вив там, все, все увидите, так, что дальше, все, на этом закончим, потому что цель мы достигли, мы же Visual Studio делаем, ребят, важно быть в группе, вот это самое важное, и быть среди этих людей, вот что важно, поэтому, как вы поняли, видео урок, это только начальная часть, намного все глубже, намного все больше, намного больше советов, тогда будете программировать, намного быстрее, чем вы думаете, все, ребят, давайте, все получится, для тех, кто начал с этого видео, обращаю внимание, начинает, начинать надо с сайта, спб, теле, тут точка ру, вконтакте, у нас только новости, да, тоже, новости, вконтакте, спб, нижнее подчеркивание, тут, да, просто, вконтакте, стрельку, это, нет, просто, вот, Продолжение следует...